Всем здорова! Вы можете не знать, что такое кастомная прошивка, но наверняка слышали о таком явлении, как CyanogenMod или CyanogenOS. Cyanogen — это кастомная прошивка от стороннего разработчика. То есть, какие-то левые люди взяли, скачали голый Android, всячески его наворотили, напихали туда плюшек, модернизировали. После этого на выходе получили готовую прошивку, которую и назвали CyanogenMod. Плюшек в Cyanogen просто море, но сегодня я расскажу вам о пяти плюшках CyanogenMod, за которые я его люблю и ненавижу. Поехали! Часто путешествуешь? Пора на этом заработать. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru — это более 700 популярных интернет-магазинов с кэшбэком. Бронируй отель, билет или тур и возвращай деньги за покупки. Первое, за что я ненавижу Cyan — это за неоправданные надежды. Многие ошибочно полагают, что если они поставят CyanogenMod на свой старенький аппарат, который работает на 2,5-ядерном процессоре и обладает 512 мегабайтами оперативной памяти, то у них сразу всё в жизни станет хорошо. Игры начнут играться с новыми красками, камера улучшится, батарейка увеличится и геополитическая ситуация в стране улучшится в радиусе 50 метров от прошитого на Cyanogen аппарата. Но на самом деле это не так. Вернее, не совсем так. Если ваш смартфон работает на плохо оптимизированной прошивке, которая много весит и в неё напихано больше, чем может вывести ваш старенький смартфон, то да, есть вероятность, что на Cyan интерфейс заиграет новыми красками. Но аппаратных проблем он не решает. И если ваш смартфон настолько не тянет тяжёлые игры на ультра-настройках графики, то Cyanogen этого не исправит. Он не добавит мощности вашему процессору. Если у вас маломощный процессор и мало оперативки, то интерфейс может подлагивать и на Cyanogen моде. Второе, за что я не люблю Cyan, это за баланс багов и фич. Как обычно бывает, поставил Cyan, не работает камера. Откатился. Камера заработала, но интерфейс начал дико лагать. Апнул прошивку, поставил кастомное ядро, всё хорошо, но вот звонилка выбивает с ошибкой. И этот цикл рано или поздно заканчивается на том, что ты либо нахрен сносишь Cyan и ставишь что-то другое, или даже к стоку возвращаешься, либо находишь ту самую версию Cyan, где всё более-менее плавно работает. А поскольку Cyan может даже любой школьник написать, то чаще всего установка такого кастома представляет собой русскую рулетку. Тут либо сидеть на надоевшем стоке, либо шить на Cyan, который часто бывает забагован. Третье, за что я не люблю Cyanogen мод, это за их коммерциализацию. Когда-то давным-давно всё было уютно и лампово. Но однажды парни из Cyanogen поняли, что денег с донатов им не хватает даже на еду и тяжёлые наркотики. Поэтому они превратились в своеобразное ТОО Cyanogen мод. С тех пор официальные сборки стали бесспорно лучше. Появилось фирменное приложение, которое позволяет ставить прошивку на любой смартфон. Но появилась путаница между официальными сборками, неофициальными, Cyanogen модом и Cyanogen OS. Более того, недавно было объявлено, что проект Cyanogen OS закрыт. Но смартфоны под её управлением всё ещё выходят. И выходят официальные сборки для аппаратов, вышедших уже после объявления закрытия. Команда Cyanogen теперь продаёт свои прошивки производителям. При этом они могут продать не всю прошивку, а только её часть. Например, звонилку или лаунчер. Если вы ещё не запутались, это не беда. Сейчас точно запутаетесь. Если неофициальный Cyanogen мод понравится официальному разработчику, то он может стать официальным. И все последующие апдейты лежат на плечах неофициалов. То есть теряется вообще всякая грань между тем, где официальная сборка, а где неофициальная. В итоге одна и та же прошивка даже на одном и том же аппарате может выглядеть и работать абсолютно по-разному. Меня это дико бесит. Четвёртое, за что я не люблю данную прошивку, это за отсутствие поддержки многих аппаратно-программных фишек. Попробую на пальцах объяснить, что я имею в виду. Например, у вас есть гипотетический Samsung Galaxy Note последней модели. Тот, который с пером. Вы ставите Cyanogen мод и что вы видите? Перо работает, а вот тех плюшек вроде сделать скриншот долгим нажатием или рукописного ввода уже нет. На многих моделях не работает сканер отпечатков пальцев. Или как в Nubi Z11. По касанию на сканер пальца можно делать скриншоты. На Cyan все это не будет работать. Или взять те же приложения банков. Сбербанк и многие другие приложения отказываются работать на Cyanogen моде. Конечно, это не вина разработчиков прошивки, а скорее самих производителей железа и софта. И я их прекрасно понимаю. Не каждому хочется вот так взять и раскрыть плод своих трудов, которые ты разрабатывал долгие годы и на которых ты зарабатываешь деньги. А те же банки просто стараются обезопасить своих клиентов. Но все равно меня это бесит. Пятое, за что я не люблю Cyanogen мод, это за его название. Потому что правильно говорит Cyanogen мод. Ладно, хорошо, согласен. Это довольно слабый минус, потому что пятого минуса я просто не смог найти. И можно сказать, что я придираюсь. Так что, если минусы закончились, то давайте перейдем к плюсам. Первый плюс, за что я люблю Cyanogen мод, это, конечно же, за кастомизацию. Cyanogen это бог кастомизации. В прошивке настраивается все. Просто все. Начиная от внешнего вида до чистоты процессора. Да, это недоступно для всех моделей смартфонов и не на всех прошивках, но кому какое дело. Можно накатать кастомное ядро и потом прямо из настроек выбрать частоты оператора, которые будут или не будут использоваться смартфоном. Выбрать частоту процессора, DPI экрана и многое другое. Когда мне говорят кастом, первое, что приходит мне в голову, это Cyanogen мод. А второе, это, наверное, West Coast Customs, но это немного другое. Но это все неспроста. Для Cyanogen мода существует огромное количество тем, обоев, программ, твиков, модулей, которые позволяют получить буквально безграничные возможности в вашем смартфоне. Само собой, можно настроить все под себя. Но это можно сделать и на любой другой прошивке. Cyanogen же позволяет расширить функционал вашего гаджета. Второе, за что я люблю Cyanogen мод, это за его распространенность. Очень сложно найти смартфон, который бы не поддерживал данную кастомную прошивку. Это либо очень дико подвальный китаец, либо айфон. Что еще хуже. Часто бывает так, что производитель тупо забивает на апдейты своих аппаратов. Чаще всего это средний ценовый сегмент или ультрабюджетники. 2016 год. У тебя на руках ультрабюджетник от какого-нибудь Самсунга. Седьмого андроида на него нет и не будет. Но очень хочется его потестировать. А новый смартфон покупать как-то нет никакого желания. Просто прошей свой смартфон на Cyanogen и все. Финансовых затрат ноль. И после прошивки будто новый смартфон у тебя в руках. Для многих аппаратов Cyan дал вторую жизнь. Третье, за что я люблю Cyanogen мод, это за то, что это по сути голый андроид. Часто ко мне приходят смартфоны на кастомных прошивках от китайцев. Если это Flyme или MIUI, то это еще полбеды. Но когда китайцы начинают фантазировать на тему, как должна выглядеть идеальная прошивка, то это приводит зачастую к очень печальным и логучим последствиям. Четвертое, за что мне нравится Cyan, это за то, что он заставляет людей думать и развиваться. Многие слышат о чудодейственных свойствах данной прошивки и начинают интересоваться. Хотят сами попробовать, что это такое. Соответственно, тут и начинается курение мануалов, рутование, установка кастом рекавери, бэкапы, форумы. Это все мозговая деятельность. Человек сперва апгрейдит сам себя, а потом уже свой смартфон. Когда-то я именно с этого и начинал свой путь кастомизатора. Начинал разбираться с прошивками и со всей этой движухой. Потом захотелось купить смартфон помощнее. Потом попробовать китайфон. А потом показать все это вам. И с тех пор как-то все завертелось и много воды утекло. Но до сих пор при прошивке смартфона лезешь в дебри 4PDA и каждый раз ты открываешь для себя что-то новое. Это увлекательный процесс. Можно даже сказать, что это свой мир, билетом в который может послужить именно CyanogenMod. Пятое, последнее, за что я обожаю CyanogenMod, это за его поддержку. Да, бывают недоработки и большое количество багов, но с вероятностью 99,9% их поправят в последующих апдейтах. Постоянно вводятся новые фишки, постоянно тестируются новые возможности, улучшается то одно, то другое. При том, что прошивка сама по себе очень легкая, около 500 мегабайт, на подавляющем большинстве смартфонов Cyan работает превосходно. И с каждым разом, с каждым апдейтом он только набирает мощь. Сейчас это не просто кастомная прошивка, это полноценная операционная система, вобравшая в себя все самое лучшее от Android и привнесшая что-то новое, уникальное от себя. Я люблю CyanogenMod. Это одна из лучших кастомных прошивок и определенно она заслуживает внимания. Если вы все еще в раздумьях, ставить Cyan или нет, то не думайте, действуйте. Не понравится, всегда можно откатиться обратно. Если вы только начинаете свой путь кастомизатора, то CyanogenMod это лучшее, с чего можно начать. Многим смартфонам, даже самым стареньким и немощным, он дает второе дыхание. Ну вот, на этом и все. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Инстаграме, пользуйтесь кэшбэк-сервисом letyshops.ru, который позволит вам еще больше сэкономить на ваших онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok